Сегодня же мы поговорим, как отслеживать статистику различных каналов продаж или же определенных компаний объявлений с помощью UTM-меток. И рассмотрим следующие вопросы. Что такое UTM-метки? Как создать ссылку с UTM-меткой? Какие параметры для UTM-меток существуют? Чтобы оценить, какие результаты обеспечивает контекстная реклама в процессе привлечения клиентов, Первое, что вам потребуется, это отделить посетителей контекстной рекламы от остального трафика. Для этого и нужны UTM-метки. Как скомпоновать ссылки с UTM-метками? Для этого существует специальный компоновщик от Google. Сейчас покажу наглядно, как сделать ссылку с UTM-метками. Открываем компоновщик от Google. Ссылка указана в комментариях под данным видео. Переходим к первому этапу. Необходимо указать адрес веб-сайта. Второй этап. Нужно заполнить обязательный параметр. Источник компании. Здесь указываем, по какому каналу продаж мы проводим сбор статистики. Если вы запускаете контекстную рекламу, пишите Яндекс или Google. Если проводите email-рассылку, пишите email. И так далее. Также обязательный параметр – это канал компании. Здесь указывается, какой канал используется. Баннерная реклама, электронная рассылка, компания с оплатой за клики и так далее. Также вы можете указать ключевое слово компании. Вместо пробелов между словами ставите плюс. Вы можете указать содержание компании. Данный параметр используется для АБ-тестинга. Также можно указать название компании для разделения общей компании на группы. Нажимаем кнопку «Отправить». Мы получаем готовую ссылку с UTM-метками. Данную ссылку можно копировать и вставлять в наши объявления в Яндекс.Директе. Статистику по ним можно смотреть в метрике. Но я советую настраивать UTM-метки вручную. Если вы будете настраивать их вручную, вы сможете узнать. Тип площадки, с которой перешел посетитель. Адрес площадки ВРСЯ. Где находилось объявление в спецразмещении или в гарантии на момент клика. Также вы сможете узнать. Номер позиции объявления в блоке. Само ключевое слово, по которому перешел посетитель. В общем, вы сможете узнать все о своем потенциальном клиенте. Перейдем к следующему вопросу. Создание UTM-меток вручную. Параметры UTM-меток. Для начала добавления UTM-меток поставим слэш и знак вопроса в конце ссылки. Далее переходим к добавлению обязательных параметров. UTM-сорс. Рекламная площадка, которую вы используете. В данном примере это Яндекс. Главное в данном моменте, однажды поименовав источник на один манер, всегда использовать именно такое написание в том же регистре. Между параметрами необходимо наличие знака И. Переходим к добавлению второго обязательного параметра – тип рекламы. UTM-медиум. ЦПЦ обозначает контекстную рекламу. Для других каналов рекомендуется использовать следующие значения. Дисплей – баннерная реклама. Прайс – реклама на прайс-площадках с оплатой за клики. Ретаргетинг – рекламные кампании для ретаргетинга. Аффилейт – ссылка для партнерских программ. Сошел, ЦПЦ – реклама в социальных сетях. Спешел – ссылка для спецпроектов. Данные параметры ставим вместо ЦПЦ в метке UTM-медиум. Далее ставим знак И и добавляем следующий обязательный параметр – название компании. Я назвал ее просто Company. Здесь допустимо творчество, пишите что хотите. Далее переходим к меткам для автозаполнения рекламной системой. Я их вам просто покажу. Добавляются они также через знак И. Данные метки допустимы для Яндекса. Type – тип площадки, поиск или контекст. Source – адрес площадки при показе версия. Keyword – отображает ключевое слово. Блок – отображает, где вы находились, спецразмещение или гарантии на момент клика. Position – это номер позиции в объявлении на момент клика. На этом все. Наш видеоурок подошел к концу. Надеюсь, вы поняли, что такое UTM-метки и с чем их едят. Поbad claimant召ся к тему на ViaTien. boro.